Добрый день, уважаемые телезрители! Ух, как время быстро пролетело! До главного политического события страны уже совсем немного времени, эти воскресенья выборы президента Российской Федерации. Меня зовут Сергей Надеев, мы работаем в прямом эфире. Ну, как говорится, довольно демагогией. Мы начинаем. Напоминаю, что вы смотрите дебаты в рамках совместных агитационных мероприятий на выборах президента Российской Федерации 18 марта 2018 года. И сегодня в них, согласно жеребьевке, принимают участие представители кандидатов. Вот согласно той самой жеребьевке, это Григорий Алексеевич Явлинский, первый кандидат. Его представляет Виталий Григорьевич Зубенко. Здравствуйте. Добрый день. И Владимир Владимирович Путин. У нас в студии его доверено лицо. Андрей Анатольевич Пучков. Здравствуйте. Добрый день. Я напомню, что теледебаты мы разбили на несколько частей. В первой из этих частей у вас будет по полторы минуты на то, чтобы донести свою какую-то стартовую позицию. После этого у нас на обсуждение шесть тем. И сегодня тема у нас такие. Экономика, образование, здравоохранение, гражданское общество, комфортная среда, Россия устремленная в будущее. После этого вопросы от зрителей, которые мы собирали в социальных сетях. Ну и заключительное слово примерно в районе минуты. Да не примерно, а точно. Потому что у нас будет секундомер на экране, который будет отчитывать время. В конце будет звуковой сигнал. Ну вы сами уже сориентируйтесь. Я думаю, все будет просто. И мы переходим к вступительной части. И так, вступительное слово участников дебатов. По полторы минуты. Виталий Григорьевич, с вас начинаем. Полторы минуты ваши. Уважаемые друзья, 18 марта у нас есть шанс изменить нашу страну. Для этого нужно совсем немного. Прийти на выбор и проголосовать за Явлинского. Почему я в этом убежден? На протяжении 18 лет Путин и его команда проводили ту политику, которая фактически зависела ее успех только от цен на нефть. Путин на протяжении 18 лет в каждом обращении к федеральному собранию, в каждой своей пресс-конференции говорил о том, что у нас есть приоритеты образования, наука, экономика и так далее. Мы увидели, что все его слова, к сожалению, они не реализуются. Почему это происходит? Это происходит потому, что не сменяется власть. А это является залогом коррупции. Это происходит потому, что у Путина неправильное представление о том, что необходимо больше посвящать внешней политике. Внешняя политика России, с нашей точки зрения, должна быть подчинена одной цели. Это благосостояние граждан. Внешняя политика успешна. Это тогда, когда вокруг друзья, а не тогда, когда вокруг враги. Так, как получается у Путина. Мы не добились никаких успехов на внешнеполитическом поприще. А вся пропаганда направлена на то, чтобы убедить людей, что на нас кто-то нападет. Ни одна из стран мира, нормальных и состоятельных, никаких планов по поводу нападения на Россию не имеет. Но вот обещанный сигнал звукового не услышали, мы сейчас в студии, но он где-то там должен был быть. Именно поэтому за Явлинского. Андрей Анатольевич, полторы минуты ваши. Спасибо. Основная цель любого государства – это улучшение качества жизни ее граждан. Результатом политики Владимира Путина стало увеличение рождаемости, снижение смертности, увеличение продолжительности жизни. А это одни из главных показателей любого государства. Владимиру Путину удалось вернуть авторитет российскому образованию, кардинально изменить здравоохранение. Очень много сделано для укрепления института материнства и детства. Невзирая на кризисы, которые были, государство всегда выполняло взятые на себя социальные обязательства. Более того, добавлялись новые. У нас появились программы «Земский доктор», «Земский фельдшер», у нас выплаты по родовым сертификатам, есть выплаты на первого ребенка в размере 10 тысяч, снижение ипотеки при рождении третьего ребенка. Все эти изменения являются доказательством правильно выбранных приоритетов Владимира Владимировича Путина. И если вы, уважаемые граждане, хотите быть уверены в завтрашнем дне, не только в своем завтрашнем дне, а в завтрашнем дне своих детей и внуков, голосуйте за Владимир Владимировича Путина, голосуйте за сильного лидера. Ну что ж, это были предвыборные заявления доверенных лиц. Сейчас переходим к основной части наших дебатов. Итак, я напомню, у нас 6 тем для обсуждения. Мы можем успеть за 15 минут обсудить все темы, можем на одной теме зависнуть до самого конца. Просто по очереди будете выбирать одну из тем. Сначала один спикер, второй, если есть что добавить, и потом выбираем в обратном порядке. Уже начинаем дальше. Итак, у нас экономика, образование, здравоохранение, гражданское общество, комфортная среда и Россия, устремленная в будущее. У вас есть право выбрать первую тему? Давайте поговорим об экономике. Давайте. Уважаемые друзья, вы знаете, что Явлинский является экономистом с мировым именем. Явлинский предлагает свою программу «Россия, устремленная в будущее». Несколько подпрограмм. Расскажу об одной из них. Это земля, дома, дороги. Для того, чтобы запустить внутренний спрос, для того, чтобы заработала российская экономика без учета конъюнктуры на нефть и газ, необходимо расширить внутренний спрос, грубо говоря, чтобы в экономике появились деньги, обеспеченные деньги, не инфляционные. Что для этого необходимо? Как считает Явлинский и мы, гражданам на территории европейской части бесплатно выдается 30 соток земли, за Уралом 60 соток земли. При этом государство дает длинный беспроцентный кредит и, обратите внимание, за свой счет делает коммуникации к этим домам. Строительная отрасль на строительстве дает на одной только задачи пять дополнительных рабочих мест. Это налоги, это работающая экономика. Эту программу Явлинский предлагал еще в 2008 году. Если бы Путин и Медведев пошли по этому пути, мы бы сейчас не испытывали никаких проблем. Обратите внимание, страна сейчас живет за счет стабилизационного фонда. Это Явлинский в 2000 году настоял, и эта программа была реализована по созданию стабилизационного фонда. Что бы было, если бы этого не было? Тогда Явлинский занял четвертое место и набрал 7 миллионов голосов. Тогда это предложение воспринималось как требование ваше. Требование того, чтобы Явлинский стал у власти. Именно поэтому Путин вынужден был считаться с этим. Экономика по Явлинскому это освобождение от налогов тех семей, где доход на душу составляет меньше прожиточного минимума. Экономика по Явлинскому это создание гарантированного фонда для каждого человека. Когда ребенок по достижении 18 лет получит приблизительно миллион рублей. Вы спросите, откуда деньги? Эти деньги нужно взять и то, что никогда не сделает для вас Путин за счет сверхдоходов Газпрома, Роснефти и других госкорпораций. Эти деньги есть, они должны быть в руках у людей, потому что такие деньги, которые будут у вас в руках, они не подвержены коррупции. Никто их не украдет. Они положены будут по закону. Обратите внимание, Явлинский все свои предложения обосновывает точными расчетами. Целая команда, целый институт работает для того, чтобы на основании реальных цифр сделать эти предложения. Это никакая не фантастика, это те деньги, которые мы и вы должны иметь в своих карманах. Это те налоги, которые вы не должны платить, если у вас слишком низкие доходы. Вот сейчас коллега говорил о том, что у нас высокий уровень жизни. А знаете ли вы, что у нас уровень жизни на уровне третьих стран? Африки, Южной Америки и так далее. Это является достижением с вашей точки зрения? А по уровню коррупции мы находимся на одном из самых последних мест в негативном плане. Это достижение Путина. По многим показателям у нас сейчас ВВП Российской Федерации составляет приблизительно меньше 2%. То есть российская экономика при такой огромной территории, она ничтожно маленькая. Для сравнения Китая это 15%, Соединенные Штаты 25%, 20% это страны европейского сообщества. Где могущество? Чем мы будем защищать ракеты? Мы помним военное могущество Советского Союза, но оно развалилось, как только упали цены на нефть. И обратите внимание, ни один офицер, ни один член партии не вышел защищать Советский Союз. Кстати, Явлинский, почему он ушел из правительства в 90-м году, из правительства Ельцина? Потому что он предлагал в 90-м году сохранить полностью экономический союз. Вы помните, был референдум и большинство граждан выступило за сохранение Советского Союза. Где был Путин, я хочу спросить, когда разваливался Советский Союз? Он сейчас говорит о том, что это геополитическая катастрофа. А вот Явлинский, это тот человек, который стоял на страже единого экономического пространства. Я хочу обратить внимание о экономическом, очень важном предложении Явлинского, которое заключается в том, чтобы создать максимальную зону комфорта для бизнеса. Но при этом воровские залоговые аукционы, их не нужно пересматривать, но должен быть наложен справедливый налог на тех людей, которые приобрели активы государства за низкие цены. И они на протяжении определенного времени будут выплачивать в бюджет те деньги, которые когда-то в 95-м, 98-м году не доплатили. Это будет еще одним источником для того, чтобы поддерживать социальную сферу. Явлинский предлагает увеличить расходы на образование и на здравоохранение за счет этих средств в два раза, а на науку и на культуру в четыре раза. Это те цифры, которые никакой Путин вам не даст. И если вы не проголосуете за разумные предложения, Путин не будет менять политику. Явлинский может не победить в первом туре, но Путин обязательно, или кто бы то ни пришел, будет обращать на миллионы голосов. Нам нужно набрать 10 миллионов голосов, для того, чтобы позиция, ваша позиция, не Явлинского, была услышана властями, и чтобы они поменяли приоритеты. Забрали деньги, грубо говоря, у богатых и распределили их на социально обнищающих людей. Россия вывезла, не Россия, а олигархи вывезли за пределы Российской Федерации, порядка, вдумайтесь в эту цифру, порядка полутора триллионов долларов США. Сверхдоходы составляли при этом за эти же годы правления Путина около 3,5 триллионов долларов США. Обратите внимание, это же грабеж. Почему эти деньги не возвращаются в Российскую Федерацию? Почему офшоры не закрываются, как провозгласил Путин? Потому что это декларации, на которых он и его власть зиждется на протяжении последних 18 лет. Мы так действительно зависим на все 15 минут, только на одну тему. Это очень важно. Можно парировать сейчас, и потом выбираем свою тему. Мне бы хотелось, уважаемые телезрители, чтобы вы помнили, какая была страна 18 лет назад. Пустые полки в магазинах, талонная система. Когда пришел Владимир Путин к власти, у нас была страна, разорванная в клочья. Нам оставался один шаг до ее развала. Этот человек, не какими-то словами, он конкретными делами доказал, что он сильный руководитель. На сегодняшний день мы имеем золотовалютные резервы. С 12 миллиардов, которые составляли в 2000 году, они увеличились до 460. Они же не с неба к нам упали. Вы помните, когда мы ждали бонусы от Международного валютного фонда, чтобы их проесть? На сегодняшний день мы экспортируем пшеницу, которую тогда закупали. Если у нас был внешний долг страны, 150 миллиардов в 2000 году, на сегодняшний день он составляет 50 миллиардов. Россия в 2000 году со 120 места по оценке Международного валютного фонда и Всемирного банка в качестве привлекательности для бизнеса, на 120 месте были в 2000 году. Сейчас мы находимся на 36. Задача стоит, чтобы в 2018 году мы были уже на 20 месте. Это все говорит о конкретных делах нашего кандидата в президенты. Поэтому, когда речь идет об экономике, о цифрах, о которых мы говорим, можно говорить ВВП, но мне бы хотелось, чтобы вы услышали реальные цифры. ВВП в 2000 году составлял ни много ни мало, 7 триллионов. На сегодняшний день 90 триллионов рублей. Это цифры просто несоизмеримые между собой. Те деньги, которые выделяются на сегодняшний день на здравоохранение, в 2000 году это было всего 200 миллиардов, на сегодняшний день 3 триллиона, и на другие отрасли несопоставимы с цифрами, в которых мы жили или с которыми мы жили в 2000 году. Поэтому, когда кто-то обещает, когда кто-то из кандидатов рассказывает о том, как надо делать, как надо жить, Владимир Путин, тот человек, тот руководитель, который своим личным примером, своими делами, вместе со своей командой, вместе с нами, вместе доказал, что Россия сильное государство. Россия независимое государство. И оно всегда будет независимым. Выбирайте следующую тему. У нас 6,5 минут, примерно 4,5 минутки на обсуждение и пару минут тогда, чтобы порезать. Возьмем тему здравоохранения. Ну, разумеется. Пожалуйста. Тема здравоохранения. Мне хотелось бы, уважаемые телезрители, чтобы мы с вами вспомнили, какое у нас было здравоохранение. Это были те лечебные учреждения, куда было страшно заходить. Страшно заходить по многим причинам. Там нечем было лечить. Они могли завалиться в любой момент. Самое главное, там еще не было оборудования и не было людей. На сегодняшний день нельзя сказать, что все проблемы в этой отрасли решены. Нет, они есть. И они никогда не будут закрыты все. Всегда будут какие-то проблемы оставаться. Но мне бы хотелось, чтобы вы понимали. Те цифры, которые были в 2000 году, я уже говорил, это 200 миллиардов рублей. На сегодняшний день 3 триллиона. Задача, которая стоит увеличить финансирование здравоохранения до 5% ВВП. Если говорить об абсолютных цифрах, это удвоение в два раза. Когда мы говорим о том, что у нас не строится, за последние годы у нас только начали строиться активно перинатальные центры. И вот благодаря строительству перинатальных центров у нас есть те достижения, которыми можно и нужно гордиться. Это снижение младенческой смертности в три раза по сравнению с 2000 годом. В три раза. Мы увеличили продолжительность жизни на 8 лет. Такой продолжительности жизни никогда не было в Советском Союзе. Она на сегодняшний день составляет в Старопольском крае 73,9, в Российской Федерации 72,6. А была всего лишь навсего 66 лет. Задача стоит войти в клуб 80. Мы снизили смертность и мы наконец под руководством Владимира Путина преодолели российский крест, когда у нас была естественная убыль населения. На сегодняшний день Российская Федерация прирастает. У нас есть естественный прирост населения. У нас в три раза снизилось количество абортов. У нас появилась диспенсеризация. Кто про нее помнит в 2000-е годы? Да ее просто не было. На сегодняшний день только по результатам прошлого года ее прошли 40 миллионов человек. Что такое высокотехнологичная медицинская помощь? Все очень просто. Замена сустава эндопротезирования. Цена вопроса в Германии 15 тысяч евро. У нас в Старопольском крае абсолютно бесплатно. Таких операций в 2000 году было всего 60 тысяч. На всю Россию. На сегодняшний день 1 миллион. И у нас в Старопольском крае в 2000 году раньше начинала делать только одна больница краевая. На сегодняшний день 15 лечебных учреждений делают. Это все является подтверждением того, что здоровью нации, нашему с вами здоровью, Владимиром Путином, уделяется огромное внимание. И впредь оно будет также уделяться. Спасибо большое. Возможно парировать или выбрать следующую тему? Да, я парирую. Те цифры, уважаемые телезрители, они являются на самом деле лукавыми, которыми сейчас мой оппонент представил. Они ведь складываются из курса рубля. Обратите внимание. Вы можете сравнить цены в 2000 году и цены сейчас. Чуть ли не в 20 раз увеличились у нас цены на определенные товары. Отсюда такой кажется огромный рост. Но я прошу вас оценить систему здравоохранения с точки зрения тех сфер доходов, которые имело государство. И те цифры, которые я привел. И самое главное, оценить систему здравоохранения, особенно в сельских районах. Исходя из своих ощущений. Не дай бог, конечно, кто-то, вы или ваши родственники, или ваши дети попадали в больницу. И вы можете знать, что определенных процедур по квоте или по фом нужно ждать. За определенные процедуры нужно платить. За определенных медикаментов в больницах просто нет. То есть вся эта бравада официальная о том, что якобы у нас такая замечательная медицина, они бьются о ваше личное ощущение. Вы можете спросить, если вы не сталкивались у своих знакомых или друзей, кто обращался за медицинской помощью. К сожалению, это так. Вот мне пришлось и моей семье, и некоторым моим близким, пришлось в последнее время неоднократно обращаться, лежать в больнице и так далее. И я прекрасно почувствовал на себе, на своих близких, не буду называть, каким образом обстоят дела на самом деле в медицине. Я понимаю прекрасно, что врачи являются заложниками той системы, когда они получают очень низкие зарплаты. Некоторые медицинские, младший медицинский персонал получает по 7-8 тысяч рублей. Это что? Зарплата? Огромный прекрасный перинатальный центр и огромные прекрасные выстроенные больницы и поликлиники. А кто там работает? Там работают люди, которые вынуждены, вынуждены перебиваться такими маленькими зарплатами. Это забота Владимира Путина о медицине? Извините, врачи не могут работать. Именно поэтому у нас огромное количество так называемых платных медицинских центров. Когда врачи вынуждены после своей основной работы идти работать в платные медицинские центры, вы же это видите. В каждом квартале Ставрополя, даже в малых городах, по 3-4 уже открывается медицинских центров. Разве это не так? Разве это забота Владимира Путина о здравоохранении? Цифры о уровне жизни, вернее, количестве прожитых лет, продолжительности жизни, они завышены. Вы прекрасно знаете, как люди умирают. Да, за счет каких-то доложителей, может быть, эта цифра окажется более или менее приемлемой. Но прирост населения, о котором опять говорится, на самом деле его последний год уже не было, а до этого он был минимальным. Поэтому я призываю не слушать официальные доклады, особенно накануне выборов, а особенно из уст тех людей, которые отвечают за здравоохранение. Я призываю прислушаться к своим ощущениям. Так вот, еще раз говорю, Явлинский, это тот человек, который реально предлагает и указывает, как можно увеличить затраты на здравоохранение в два раза. И это изменит ситуацию, а не то, что предлагается продолжить политику Владимира Путина. Мы слышим его обещания накануне каждых выборов. Он обещает, обещает и обещает. Ситуация кардинально не меняется, увы. 25 секунд осталось, можем просто за 25 секунд парировать, потому что новую тему мы не поднимем. Дело в том, что на сегодняшний день, могу сказать абсолютно уверенно, сказки Григория Явлинского можно читать детям на ночь. Для того, чтобы где-то прибавилось, надо, чтобы где-то убавилось. Вы где деньги возьмете? Я вам сказал, где. А то, что появляется на сегодняшний день, то это европейское цивилизованное государство, где есть право выбора у каждого. А на сегодняшний день наше здравоохранение бесплатное. Где еще в стране мира есть бесплатное? Спасибо. Это часть дебатов окончена. Впереди у нас вопросы от электората. По 2,5 минуты каждому кандидату на ответ на вопросы размещали в социальных сетях, анонсировали, кто будет сегодня участвовать в дебатах. И вот какие вопросы мы собрали. Виталий Григорьевич, вам первый вопрос. Итак, ваш кандидат неоднократно выступал за мирные отношения с другими государствами. Вы тоже об этом вначале говорили. А как с ними общаться не с позицией силы, если они постоянно провоцируют на агрессию? Значит, это заблуждение, которому привела, оголтела, я бы сказал, пропаганда. Никакие страны мира не собираются на нас нападать. Значит, Владимир Путин выстроил свою политику так, по образцу так называемой осажденной крепости. Люди, для того, чтобы поддерживали власть, они должны ощущать какую-то угрозу извне. Внешняя политика, еще раз повторяю, она должна быть нацелена только на то, чтобы создать благоприятные условия для развития российской экономики. Обратите внимание, даже в советские времена, когда у власти была КПСС, никакой генеральный секретарь, никакой высокопоставленный чиновник не мог себе позволить провозглашать некие угрозы в адрес каких-то стран. Путин себе это позволяет. Обратите внимание, мы считаем, что политика Владимира Путина и Лаврова, она привела просто к краху. Никогда еще Россия не была в таком кольце недругов. Никогда еще такие страны, как, допустим, Албания или Эстония, позволяли бы объявлять России санкции. Разве это хорошая внешняя политика, когда страны, ну скажем так, не хочу никого обижать, но маленькие страны, да, позволяли бы себе вести так в отношении Российской Федерации. Умная политика и политика и умная дипломатия приводит, еще раз говорю, к тому, чтобы у России были вокруг друзья. У нас сейчас фактически нет союзников. Даже наш, как бы, ближайший союзник Белоруссия сейчас налаживает более тесные отношения с Китаем. Мы говорим о том, что мы должны быть нацелены на Китай и ведем туда ветку силу Сибири. А Китай заключает тем временем соглашение, договор о поставке американского газа на их рынок. Вы понимаете, что эта политика потерпела крах. И при Владимире Путине лучше не будет. Должны приходить трезвые политики. Авторитетные в мире политики. У Путина авторитета в мире нет. У него есть сила. Силу боятся, но не уважают. Все должно быть наоборот. 30 секунд. Какие положения предвыборной программы выгодно отличают вашего кандидата от остальных? Они реальные, они выполнимые. И они приводят к тому, что развивается действительно человеческий потенциал. Вы посмотрите, что сейчас творится с трудоустройством ваших детей. Где дети ваши будут работать? Хотите ли вы такую страну, чтобы дети не могли работать по своей специальности? Спасибо. Андрей Анатольевич, вопросы вам. Время пошло. Две с половиной минуты. Врачей выпускают из университета пачками. А в нашем селе три года нет врача. Никто не хочет ехать в село на маленькую зарплату. Как быть? Одну фразу могу добавить? К вопросу, пожалуйста. К тому, что было выступление моего оппонента, на сегодняшний день Владимир Путин выступает за единую сильную Россию. Явлинский предлагает раздать нашу страну. Это неправда. Телезрители, решайте сами. Вы хотите жить в разделенном государстве, которого нету, или в сильной стране, которой нужно и можно гордиться? Теперь, что касаемо ответа на вопрос. На сегодняшний день решение кадровой проблемы в селе решается и во многих районах Старопольского края. В частности, она уже решена полностью. У нас существует программа «Земский доктор», которая позволяет приехать врачам в сельскую местность. У нас существует программа «Земский фельдшер», которая позволяет закрыть кадровую проблему в амбулаториях и фельдшерско-акушерских пунктах. На сегодняшний день у нас есть целевые направления. Подчеркиваю, это все абсолютно бесплатное обучение в медицинских вузах нашей страны. Целевое направление дает руководитель Министерства здравоохранения. Так вот, целевое направление, если оно берется от того или иного лечебного учреждения, человек обязан туда вернуться отработать. Вот эти шаги направлены на то, чтобы решить кадровую проблему. Теперь, что касаемо заработной платы. В майских указах президента было сказано, чтобы заработная плата врачей составляла в два раза по отношению к средней заработной платы в регионе. На сегодняшний день у нас в регионе средняя заработная плата составляет 24 тысячи рублей. Заработная плата врачей с 2018 года, средняя заработная плата будет составлять 48 тысяч рублей. Для того, чтобы такую заработную плату получали все врачи на территории края, все лечебные учреждения обеспечены финансами в полном объеме. И эта зарплата, я вас уверяю, как руководитель лечебного учреждения, уже выплачивается с этого года. Средняя заработная плата медсестер составляет 24 тысячи рублей. Поэтому нашим президентам, нашим кандидатам в президенты Владимиром Путином делаются конкретные шаги для решения этой проблемы. 20-30 секунд. По телевизору видим, что открываются заводы в нашем крае, но ведь чем больше предприятий, тем хуже экология. Зачем промышленность в аграрном крае? Обязательно нужна промышленность в аграрном крае, потому что нам нужен сильный регион. Сельское хозяйство это хорошо, но этого недостаточно для того, чтобы насытить бюджет края. Что касаемо экологии, президентам поставлена конкретная задача в послании Федеральному собранию, чтобы все промышленные предприятия установили у себя необходимое оборудование, чтобы ни капли не засорять экологию. И на сегодняшний день у нас бензин уже евро 5. Спасибо, спасибо. Время и мы переходим к заключительной части наших дебатов. Ну что ж, на заключительные фразы, на заключительные какие-то ваши мысли примерно не точно. Точно 30 секунд, 30 секунд ваши пошли, пожалуйста. Уважаемые друзья, Григорий Явлинский может не победить в первом туре, но если он наберет хотя бы 10 миллионов голосов, это существенно повлияет на то, что будет делать президент, кем бы он ни был, кто бы ни был избран. Я призываю голосовать за те идеи, которые предлагает разумный, честный политик. Тогда это будут ваши идеи, тогда власть вынуждена будет прислушиваться к тому, что говорите вы. Голосуйте за Явлинского. Спасибо. 30 секунд ваши. Владимир Путин относится к руководителям, делающих свои страны великими. Под его руководством Россия начала возрождаться. Я приглашаю всех 18 марта прийти на избирательные участки. Не позвольте никому украсть ваш голос. Не позвольте никому сделать за вас ваш выбор. Проголосуйте за сильную Россию. Проголосуйте за сильного лидера. Проголосуйте за достойное будущее. Голосуйте за Владимира Владимировича Путина. Спасибо. Ну что ж, друзья, последние дебаты на телеканале Своё ТВ подошли к концу. Дебаты, я надеюсь, позволят вам сделать правильный выбор. Я же на прощание могу сказать, что мы с вами встретимся в этой студии в воскресенье. У нас будет целый такой марафон выборный с 9 утра и до 9 вечера. Не выходя из студии, включение со всех территорий Ставропольского края. Включение из избирательной комиссии Ставропольского края. В общем, все новости о выборах можете смотреть в прямом эфире на телеканале Своё ТВ. Сейчас я с вами прощаюсь. Всего доброго и вам большое спасибо. Спасибо. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»!